Добрый вечер, здесь сейчас общественная российская телевидение. Сегодня полномочный представитель президента России в Северной Осетии и Ингушетии Алексей Кулаковский сообщил, что со вчерашнего дня по периметру всей границы Чечни введен особый карантинный режим. Теперь все административные границы Чечни считаются полностью закрытыми, пересекать их нельзя в обоих направлениях, заблокировано воздушное пространство над Чечнёй. Любые попытки пересечения будут пресекаться, как сказано, любыми способами, вплоть до открытия огня по нарушителю. Об этом здесь сейчас из Владикавказа представитель президента России Алексей Кулаковский. Алексей Кулаковский, прежде чем мы начнем наш разговор, хотел процитировать, если вчера смотрели нашу программу, маленький фрагмент. Дело в том, что про карантин говорят очень давно, да, и начиная с премьер-министра, многие политики. В вашем заявлении есть все-таки первые признаки некоторых, так сказать, конкретных шагов, которые, ну, судя по тому, что вы сегодня заявили, были уже предприняты. Но это сильно противоречит тому, о чем мы говорили вчера. Послушайте. Это важно иметь всем нам в виду, что идут не только военные действия, но жизнь же продолжается, поэтому по дорогам перемещаются в том числе и мирные жители. И когда говорят о санитарном кордоне, то с точки зрения энциклопедической точности, я плохо представляю, что такое санитарный кордон. Другое дело, что должны быть все меры безопасности и досмотра. Мы мобилизовали все свои возможности, но это не значит, что ни один человек не может теперь пересекать границу в одну или в другую сторону. И если границы полностью закрыты, то как вы все это объясните? Алексей Викторович, если вы слышите меня. Добрый вечер. Да, как вы объясняете? Алексей Михайлович, вы слышали то, что сказал президент? Я хочу уточнить, что я сегодня заявлений по этому поводу никаких не делал. Об этом почти вся Москва говорит. Я дал ответ на вопрос одного из журналистов. О том, что сегодня по периметру Чеченской Республики... Одну минутку меня, пожалуйста, послушайте. Предпринимаются меры, необходимые для пресечения незаконных вооруженных бандформирований с территории Чеченской Республики и другие субъекты Российской Федерации. И это делается все правоохранительными органами, взаимодействие которых сегодня очень полное и тесное. И в то же время я сказал, что сказал уважаемый президент Северной Осетии Александр Сергеевич Засохов. Это было на Черменском кругу, что жизнь продолжается. Люди ездят друг к другу, встречаются друг с другом. Идет развитие сотрудничества. И по пути взаимопонимания, и на пути взаимопонимания нас ждет успех. Александр Сергеевич, все-таки мне не очень понятно. Если есть кордон... А что касается проблем? Если есть кордон, то значит есть кордон. Если нет кордона, есть сотрудничество, значит есть сотрудничество. Объясните просто, как это есть на самом деле. Тем более, что по нашей информации, вы сегодня весь день провели в разъездах, ездили по станицам. Как это на самом деле сейчас выглядит? На самом деле выглядит это очень просто. Сегодня правоохранительные органы в тесном взаимодействии, несмотря от ведомственной принадлежности, ведут работу по пресечению всех незаконных проявлений, пресечению всех правонарушений и преступлений. Проявляются все перемещения. Сегодня принято решение о полном досмотре и возможном минимальном передвижении по всем направлениям Чеченской Республикой. С точки зрения создания условий безопасности. Вот что происходит. Хорошо, спасибо. С нами в студии вице-премьер правительства Дагестана Гаджи Махач. Сегодня в Дагестане находится правительственная делегация. Я знаю, вы деньги пытались выбивать на восстановление. Как у вас сейчас выглядит эта ситуация? Действительно граница блокирована? Что такое кордон, о котором сегодня, правда, как выясняется, был недопонят Алексей Викторович Кулаковский, наш представитель там? Добрый вечер, уважаемые телевизорители. Вы знаете, поставить кордон и полностью закрыть границы, это невозможно. Тем более, они соседи. У нас обычно живут родственники, значит, и в Дагестане, живут, значит, и в Чечне. А вот поставить именно пропускные контрольные пункты, чтобы тщательно, значит, проверяться машины, личность, куда едет, зачем едет, вот, выезд его обратно, значит, с территории Дагестана, конечно, это будет делаться. Особенно еще другие мероприятия будут проводиться под тем, значит, направлениям, где труднодоступно, там, где вот горы, там, там, наверное, скорее всего, будут, значит, минировать или еще какие-то меры будут принимать. То есть, там в труднодоступных районах будет минирование КПП, правда, я удивлен, потому что МВД говорил, что поставил КПП там уже почти полгода назад, выясняется теперь, что все-таки нет, да? Нет, КПП есть, совместно с федеральными войсками, внутренними войсками МВД и, значит, ополченцами КПП есть, везде они стоят вдоль границы, начиная с Ботловского района, Кумбетовский, Казбековский, Новолазский, Бабаютовский, это есть. Стоят федеральные войска, значит, и я думаю, что... Но это контингенты, они не перекрывают границу всю, это просто стоят контингенты в случае вторжения... Нет, они как раз стоят вдоль границы, как раз вдоль границы, названной моими, вот, военно и птунктами, там стоят, значит, и артиллерия, тяжелая, значит, техника, федеральные войска, внутренние войска там стоят. А там, где дороги, например, Герзель, Герзельский пост, там люди проходят, тщательно осматривают, досматривают и полностью это самое контролируется, так что невозможно закрыть. Конечно, обидно, но вот, что вот приходится между соседями ставить кордоны, ну что делать, они спровоцируются. Мы надеемся, что они навсегда, может быть, временно. Интересно, как люди чувствуют это, вот, например, в той же Северной Осетии, поскольку мы так и не разобрались. С нами на связи мэр города Моздок, Северная Осетия, Георгий Адамов. Добрый вечер. Георгий Владимирович, там где-то до границы с Чечнёй, у вас километров 15, как я помню. Вот как, вот я из Моздока, если еду, вот, как журналисты во время войны ездили, где меня остановят? Значит, с нуля часов, 22-го числа, по приказу министра Российской Федерации, вверху пропускные посты зашлили. И перемещение людей из транспорта пока остановлено. А, то есть у вас просто остановлено, да? Вообще остановлено? Да. Это вызывает, конечно, трудности, как говорил наш президент, для людей, которые получают пенсии в других районах и в других республиках. Ну и пользуется услугами медучреждения, посещения детей в интернатах, а также родных и близких. Ну, кстати, вот в больницах Моздока, насколько нам известно, лечатся чеченцы, их же родственники как-то должны посещать. Вы их пропускаете через границу? Половина тысячи, постоянно, и столько же не зарегистрировано на время пребывания. У нас есть диаспора, которая входит в Координационный совет Дом Дружбы и совместно с другими национально-культурными обществами проводит миролюбивую политику на Северном Кавказе. А вот если я поеду, так уж совсем попробуем до конца эту тему изучить, поеду не по трассе, а, например, на грузовике или на джипе по просто пересеченной местности, я пройду в Чечню? Ну, это будет сложно, потому что сегодня и МВД, и внутренние войска совместно несут охрану границы. Спасибо, Игорь Владимирович, очень важно, что мы с вами связались. Как Масхадов смог вчера проехать в Магаз, по вашему мнению, если вот приняты вот такие меры безопасности, о которых мы сейчас говорим? Ну, я не знаю, надо спросить, наверное, у Аушева, как он мог проехать оттуда. Ну, вот вчера спрашивали, говорит, беспрепятственно. Ну, беспрепятственно простые люди тоже у нас проходят. Вот тех пунктов контрольных, где они регистрируют их, значит, осматривают, досматривают машины, автомобили, это, пожалуйста, нет проблем в этом. Вы сегодня были в Москве, и я знаю, что вы выбили часть денег, по крайней мере, на Цумадинский, Ботлирский район, на восстановление и на помощь людям. А вот на границе, на укрепление дали какие-то средства? Или это идет по линии Министерства обороны? Ну, это, наверное, по линии Министерства обороны и внутренних дел, наверное. А то, что дали на Ботлир, Цумаду, ну, дали чуть-чуть, конечно, но пока еще на Валаксовом там не закончилась, значит, комиссия работает, не выяснили еще, сколько ушей будет. Если бы встреча, подобная вчерашней в Магасе, проходила в Махачкале, смог бы президент Масхадов проехать через границу Дагестана, так, как он проехал вчера через границу с Ингушетией? Да нет, наверное, он должен был связаться, прежде всего, с нашим представителем Государственного совета, и там потом уже его встретили бы, наверное, на границе, как положено. Ну, видимо, это было и в этом случае, но военные не препятствовали бы тоже, да? Ну, пока он не является избранным президентом республики, поэтому какое можно препятствовать президенту, который едет в соседнюю республику? Хорошо, нам главное было выяснить, как это все происходит. Не менее, опасный участок – это граница Чечни со Старопольским краем. Сегодня 8 станиц сельских администраций Курского района, наиболее такого подвигающегося постоянным угрозам района Старопольского края. Собрались вместе, чтобы обсудить ситуацию. С нами на связи один участник этого совещания, Хустин Джамакулов, глава администрации поселка Мирное. Это совсем прямо на границе. Вы нас слышите, Хустин Муталиевич? Слышу, Олег Жанна Михайлович. Вот у вас на границе, что изменилось по сравнению с тем, когда Путин сказал, что будет вводиться карантин? Карантин – это такое дело, если перевести чисто на русский язык, нет опущения, инфекции, не зараза, в другую очередь. Но ввиду того, что у нас живут чеченцы 850 километров, это 680 километров, общение все равно тут. Но это общение будет производиться через седьмой срок, залезает. А на территории администрации, через третий пункт, через третий пункт, нет никаких передвижений. Спасибо, Хустин Муталиевич. Может, часть зрителей расслышала, что вы сказали, я вынужден просто прервать связь, потому что она не очень хорошая у нас по телефону. Поговорим с Владикавказом. Алексей Ильич, значит, все-таки, собственно, не так важно, говорили вы это журналисту или делали заявление. Но судя по тому, что говорят другие участники нашей сегодняшней встречи, довольно серьезные меры принимаются на границе. Тогда объясните, почему вы отказываетесь, так сказать, от своих слов. В чем такая суть дипломатии? Может быть, это важно чисто в политическом плане? Объясните, если можно. Дипломатии здесь никакой нет. Суть заключается в том, что действительно меры принимаются. И меры принимаются правоохранительными органами, которые сегодня предпринимают совместные усилия по обеспечению безопасности прежде всего территорий прилегающих субъектов Российской Федерации в Чеченской Республике. И меры эти идут поступательно. Одна мера дополняет другую. Но эти меры все носят действия, взаимодействие правоохранительных органов. И по большому счету все вопросы, которые связаны с развитием событий и принятием решений военного действия, на которое вы все время выводите меня, это компетенция военного ведомства и Министерства внутренних дел. Поэтому мы обеспечиваем здесь политическую составляющую. Политическую составляющую заключается прежде всего во взаимодействии органов власти и управления. Я считаю, что это взаимодействие тоже носит достаточно высокий уровень взаимоотношений. И встреча, которая запланирована, на мой взгляд, как раз встреча нужна для того, чтобы руководство Республики Дагестан, и в первую очередь руководство Республики Дагестан должно определить время этой встречи, перечень вопросов, обсуждаемых на этой встрече. Для того, чтобы именно создать условия взаимодействия субъектов Российской Федерации и Северно-Кавказского региона между собой. А мы находимся в таком состоянии, когда наше взаимодействие может обеспечить изменение ситуации. Вот и все. Нет, я, собственно, не выводил вас ни на какую особую тему. Просто мне кажется, что народы России после террористических актов в нескольких городах вправе знать, если премьер-министр говорит о санитарном кордоне, вводится санитарный кордон или нет. Собственно, никто не предполагает, что это можно сделать за один-два дня. Очевидно, что кордон или создание целой границы это дело, может быть, даже не недели, а месяцев. Так что я, собственно, не пытаюсь вас поставить в неловкое положение. А что касается встречи в Магасе или в Нальчике, так слава богу, что встреча состоялась и дай бог, чтобы она была. Дело не в этом. Просто интересно, если говорят, что это кордон и едет президент, то, например, как он ее проезжает, этот КПП, этот кордон? Вот, собственно, поэтому я и спрашиваю. Кстати, Гожин Ухеевич, будет ли Дагестан принимать участие во встрече в Нальчике? Ну, я думаю, во-первых, это будет решаться наш председатель государственного совета. Пока решения нет, иномисленное. Да, пока еще я не в курсе. Но я не знаю, вот, сейчас собираться, о чем говорить сейчас, что будем обсуждать. Вот они встречались, а нашего председателя государственного совета там не было. Что они обсуждали, им не самое интересное. Мы сами не сговорились, я вчера тоже самое спрашивал Руслан Султан Чаушева и Александр Сергеевич Засохов. Не потому, что я так сильно лоббирую, интересно, но мне просто хочется понять, вот что можно обсуждать. Может быть, все-таки что-то можно, в Кавказе существует обычая, традиция встречаться, обсуждать, говорить. Может быть, есть что обсудить? Во-первых, надо было раньше, конечно, это делать, когда только начались вот эти агрессии. В первую очередь, надо было, тем более, менталитеты кавказские. Ну, сейчас тоже ничего плохого нет, но это будет решать сам наш председатель государственного совета Магомедов. Так что я не могу в этом. Что сейчас происходит с той стороны границы? Как говорят, чеченцы подтягивают в лесные массивы артиллерию и готовятся то ли к отражению возможной агрессии российских федеральных частей, то ли просто готовятся к нападению очередного? Ну, я думаю, сейчас к нападению они готовятся не будут, потому что достаточно сил в Дагестане уже, федеральных войск. А если они опасаются, значит, агрессии со стороны России, там окапываются, я не знаю, но, по-моему, такой агрессии никогда не позволит России делать. А если они скапливаются, чтобы напасть, то, я думаю, надо будет принимать меры прямо там, где скапливаются они. Не ждать, пока они войдут, а потом сами же уничтожат свои же собственные села и районы. Саш, то есть на заявление заместа внутреннего дела Игоря Зубова, у нас осталось еще буквально, может быть, он 2-3 минуты, уточнить. Он представляет себе вот эту карантинную линию, о которой мы сегодня говорили, как, ну, я вот процитирую дословно, надо изолировать эту территорию, прекратить все виды снабжения, блокировать дороги, установить посты, выставить войска и так далее. Ну, вот, судя по тому, что вы сказали, пока, по крайней мере, этого не происходит. Тенденции есть к тому, что вот такого рода мероприятия будут проводиться? Вот с самого начала надо было, когда начали с военной действий Чечня, надо было укреплять границы, ставить пропускные и контрольные посты вокруг. Таврополь, Осетия, Дагестана. Мы как пожарники, когда уже начинают взрывать центры Москвы, и где-то, тогда мы начинаем подхватываться, значит, давайте будем принимать меры. Меры необходимы, проверять надо. Свои собственные дома надо, значит, дежурство внести. Все это надо делать, сейчас, ну, само время это заставляет делать. Иначе не бывает так, массовое похищение людей, массовые террористические акты, нападение захвата чужих, значит, территории, ну, надо же как-то противоядие к этому. Поэтому я думаю, что надо ставить посты санитарные, четко, конкретно. В этом ничего плохого нет. Люди, которые едут с добром, они любое время проедут через этот контрольный пункт. Представят и проедут. Надо делать или делаются? Надо делать и делаются они. Например, в Дагестане они делаются совместно с МВД и с федеральными войсками. И ополченцы тоже принимают участие. То есть, собственно говоря, то, что сказал Алексей Викторович, несмотря на то, что вот в эфире он не очень хотел, так сказать, подтвердить то, что он сказал сегодня утром некому журналисту, воздушное пространство контролируется и то, что называется кордоном, вводится, да? Вот воздушное я не знаю, честно, но я знаю, что наземные полностью сегодня заняты именно санитарной зоной. По вашему предположению, политическому предчувствию, когда у руководства Дагестана будет уверенность в том, что более или менее ситуация под контроль стала? Потому что военные заявили о стабилизации уже сегодня. Нет, ситуацию всегда наши руководства контролируют в Дагестане. Просто границы надо контролировать. Да, мы без федеральных войск, внутренних войск не сможем ее контролировать. 500-600 километров кто может контролировать? Ну вот сколько нужно, на ваш взгляд, времени для того, чтобы так, я не знаю, обустроить границу, вырыть рвы, поставить, я не знаю, какие-то укрепления для того, чтобы... Ну, я думаю, роя рвы, там это сами не закрепить, потому что там буквально мы можем целую, несколько километров ее вырыть, а они просто небольшую сторону ее выровняют и все. Нет, хорошо, вы сказали минные поля. Минные поля? Минные поля? Сколько времени нужно, чтобы все это закрыть? Я думаю, наверное, месяца 4-5 нужно будет. Так быстро тоже это не сделаешь. Не надо забывать, что это огромная территория границы. Спасибо большое. Спасибо большое всем участникам нашего сегодняшнего разговора. По крайней мере, мы выяснили достаточно важную вещь, что нужно полгода для того, чтобы давно обещанный санитарный кордон вокруг Чечни начал существовать в реальности. Я думаю, что все это звучит очень серьезно. Но, с другой стороны, все-таки хочется понять, как президент Масхадов, опять же, не в том смысле, что не надо было ехать в Магаз, а в том смысле, что надо было туда ехать, смог проехать через границу с Ингушетией столь беспрепятственно. И вот, не знаю, может быть, это прозвучит неправильно, но хочется обратиться ко всем жителям приграничных сел, милиционерам, главам администрации, представителям нашей доблестной разведки, в том числе космической, к 13 тысячам солдат, которые сейчас стоят по периметру границы с Чечней. Когда будет встреча в Нальчике, и, видимо, президент Масхадов опять выйдет за пределы республики, может, вы нам позвоните и расскажете, как это все в реальности происходит здесь и сейчас. Скажите, Нахич, скажите, значит, все-таки про Нальчик. Я понимаю, что это непростое решение сейчас, значит, после того, что какая-то вот эта встреча лидеров, она прошла, как-то так. Телекомпания «Ивид» по заказу ОРТ.